Он может есть, спать и дышать хоккеем. В 24-го года Андрей добился очень многого. За всю историю вручения вези на трофе Андрей Васильевский стал только вторым русским вратарем, который достаивался такой награды. Дважды до этого ее получил Сергей Бобровский. Ни Евгений Набаков, ни Семен Варламов, ни Илья Брызгалов никогда не признавались сильнейшими в НХЛ. Галкипер у Тампы всего 24-го года. Сомнений, что победит именно Андрей перед церемонией не было ни у кого. Его преимущество над конкурентами было почти таким же подавляющим, как и у Кучерова. 28 генеральных менеджеров из 31-го проголосовали за Васильевского. Вторым в голосовании стал Бен Бишоп, а третьим – Робин Линер. Вратарь Доласа давно знаком с Васильевским, они вместе играли за Лайтнинг 3 года. Бен называет Андрея моим младшим братом. Васильевский в ответ возражает, он мой учитель. На что Бишоп со смехом признается, наверное, я открыл ему пару важных секретов. Многие взрослые ребята просто бы вытеснили молодого и все, рассказывает Театлетич тренер вратарей Тампы Франц Жан. Но все было наоборот. Бишоп стал для Андрея наставником. Когда у Васи были непростые вечера, он походил к нему и говорил, не волнуйся. Давай выйдем на лед с Францем и поработаем над этим. Бен сильно повлиял на него. Театлетич. За несколько дней до закрытия трансферного окна в феврале 2017 года Стив Эйзерман совершил громкую сделку, отправил своего основного вратаря Бена Бишопа, у которого заканчивался контракт, в Лос-Анджелес. Этот день, в какой-то степени, стал определяющим для юного вратаря из Уфы. Это большой риск, это гигантский скачок веры для Андрея. Васильевский был хорош в нынешнем сезоне, но не настолько, чтобы можно было смело утверждать о скором возвращении Тампы в финал Кубка Стэнли, так писал обозреватель Тампы Байтемес, а ныне-то атлетич Джо Смит. Через год Васильевский доведет свою команду до финала Восточной конференции. Еще через год выиграет Визину. Все это можно было предсказать, глядя на то, что в юном возрасте показывал вратарь. Он дебютировал в КХЛ за родной Салават Юлаев 18 лет, в 20 лет, за молнией, которые выбрали его под 19 номером в первом раунде на драфте. Еще через год Андрей одержал свою первую победу в плей-офф Кубка Стэнли. Случилось это 6 июня 2015 года в финале с Чикаго. Тогда Васильевский заменил на несколько матчей травмированного Бишопа. Васа был очень молод, когда пришел в НХЛ. Он и двух слов не мог сказать по-английски, а сейчас полностью адаптировался к Америке. Он просто отличный парень и большой талант. И не только я учил его некоторым вещам, но он также кое-что мне подсказал, делится мыслями Бишоп, ты атлетич. Приз лучшему вратарю Васильевский мог взять еще в прошлом сезоне, но стал тогда только третьим в голосовании. Везина досталась опытному Пекеринне, а вторым был галкипер Венни Пега Коннор Хелебайк. Нынешний сезон показал, что у Андрея нет конкурентов. Андрей одержал больше всех побед в лиге среди вратарей, 39, разделил с линером четвертое место по шатаутам и в 53 матчах пропускал в среднем по 2,40 гола, отразив 92,5% бросков. Из нарезок его впечатляющих сливов можно сделать целый фильм, настолько крут он выглядит почти в каждом матче. В команде его называют Большим Котом. Из-за того, что он обладает отличными рефлексами, как у кошки. Васильевский – это тот вратарь, который способен в одиночку вытаскивать игры. У него железные нервы, он всегда спокоен о льду. Это и делает его сильнейшим в лиге. При этом Андрей, как и большинство галкиперов, сложный человек. Закрытый, необщительный, местами даже резкий. В немногочисленных интервью он признавался, что постоянно копается в себе, переживает по каждой мелочи, пытается быть объективным и строгим к себе. Порой кажется, что на льду играют роботы вместо Васи. За этим стоит многолетняя адская работа, трудится Васильевский умеет как никто другой. В его жизни существует только хоккей и семья, на другое отвлекаться он не хочет. Андрей из тех людей, которые могут есть, спать и дышать хоккеем. Он – лучший вратарь НХЛ. И будет им еще очень долго.